Хризантема Анастасия. Рекомендации по посадке и уходу. Многие садоводы и дачники высаживают хризантемы с расчетом, что осенью их участок будет выглядеть нарядно и ярко. Действительно, хризантемы начинают цвести, когда погода становится более прохладной, а световой день коротким. Существует огромное количество различных их видов и сортов, но особенно можно выделить недавно выведенный гибридный сорт Анастасия, который очень быстро стал популярным среди любителей этих цветов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте комментарий. Ну а мы продолжаем. Гибридный сорт Анастасия вывели сравнительно недавно, в начале 2000-х годов. Эта одноголовая хризантема покорила цветоводов крупным красивым цветком на мощном стебле с красивыми фигурными листьями, за относительную неприхотливость и за многообразие расцветок. Существует около 8 подвидов этого сорта. Крупное соцветие очень красивой формы со стреловидными лепестками, крепкий стебель, который вырастает в высоту до 1 метра, а также фигурно вырезанные перистые блестящие гладкие листья ярко-зеленого цвета, все это в целом очень хорошо смотрится и на клумбе, и в срезе. Букет может простоять в вазе очень долго при регулярной смене воды. И в цветнике эти хризантемы долго не увядают, несмотря на осеннюю непогоду. Хризантемы, посаженные в открытый грунт, цветут один раз в сентябре-октябре, но цветоносы держатся очень долго, почти до самых заморозков. Так как это растение достаточно теплолюбивое и без укрытия в средней полосе России перезимовать не сможет, высаженные таким способом хризантемы на зиму обрезают и укрывают или пересаживают в горшки и заносят в помещение. Существенным плюсом является то, что у одноголовой хризантемы Анастасии существует много подвидов, которые различаются по цветовой гамме. Этими растениями можно оформлять цветники, клумбы, высаживать вдоль садовых дорожек или рядом с декоративными водоемами. Чтобы можно было красиво подобрать букеты или оформить цветник, необходимо рассмотреть различные варианты хризантем Анастасии. Классическая белая хризантема. Нежно-белые заостренные лепестки имеют еле заметный розоватый оттенок, сердцевина соцветия немного желтоватая. Что интересно, цвет белой хризантемы можно изменить, добавив в воду какой-либо пищевой краситель. Еще одна белая хризантема – Start White. Этот вариант Анастасии имеет белоснежные лепестки с чуть зеленоватым оттенком. Желтые хризантемы Yellow Issan с ярко выраженной формой Spider, переводится как Паук. Именно так называется основная группа хризантем, к которой относится сорт Анастасия. По краям соцветия лепестки длинные и тонкие, напоминают ножки паучка, а в центре – короткие, густые, закрывают сердцевину. Розовые хризантемы имеют более пышные махровые лепестки. Оттенки варьируются от темно-розового насыщенного до самого светло-розового. Еще один вид розовых хризантем – Lilac, насыщенного ярко-розового или лилового цвета. С пышными махровыми соцветиями привлекает особое внимание. Пожалуй, самый необычный подвид Анастасии – это грин. Цветы нежно-зеленого цвета, с закрученными внутрь лепестками, отличаются еще и своей устойчивостью к заморозкам. Крим – еще один оттенок Анастасии. Само название говорит о том, какого цвета это хризантема. И по цвету, и по форме это очень нежный, изысканный цветок. Хризантема бронз тоже имеет махровые лепестки, как и розовая, но оттенки бронзового плавно переходят от более светлого по краям к более темному оттенку в центре. Хризантемы достаточно неприхотливые растения. Если правильно посадить и соблюдать несложные правила ухода, то этот многолетний цветок будет долгое время украшать садовый участок или дачу. Хризантему можно вырастить из семян или из черенков, а также делением куста. Наиболее простой способ – деление куста. Осенью после того, как закончится цветение, нужно выкопать корень, аккуратно острой лопатой разделить на части и рассадить в заранее приготовленные лунки. Черенки готовят наоборот весной до активного роста побегов. Для этого отрезают небольшой кусочек стебля с почками, где-то примерно 7 сантиметров, прикапывают во влажный грунт, укрывают до появления корешков, затем высаживают на постоянное место. Семена можно посеять непосредственно в грунт, когда станет тепло, но тогда возможно, что в первый год не будет цветения. Чтобы этого не произошло, семена лучше посеять пораньше, где-то в феврале, и вырастить рассаду, которую затем уже в мае пересадить в садовый грунт. При выборе места для хризантемы необходимо учитывать, что это растение не выносит как переувлажнения, так и засухи, а также интенсивных солнечных лучей, но и в тени не будет обильно цвести. Так как побег взрослого растения достигает высоту почти одного метра, то желательно сделать какие-либо опоры для цветка и оградить от ветра и сквозняков. Посадку производят заранее приготовленные лунки, в которые желательно сначала положить крупную гальку или керамзит для дренажа, чтобы не застаивалась вода. Так как хризантемы предпочитают слабокислую почву, то садовый грунт можно немного обогатить торфом, перегноем, для рыхлости и воздухопроницаемости почвы добавить песка. Поливать в жаркие дни желательно ежедневно, но не очень обильно, так как в этом случае стоит придерживаться правила лучше недолить, чем перелить. Но и засуху эти растения переносят плохо. Без полива хризантемы или совсем не будут цвести, или соцветия будут мелкими и невыразительными. Полив частично можно заменить частым рыхлением почвы и использованием мульчи.